Я прочитаю 118-й Псалом, 27-й стих, который для меня всю жизнь ценный. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих». Братья и сёстры, это чудо, которое мы можем видеть сегодня. Чудо Божье. И вот эти ценности Божьи, это Бог повелевает нам исполнять. Братья, немножко касался церкви города Уфы. Сейчас я живу в Довлеканово. Но хотелось немножко рассказать о том пути, которым вел Господь, повелений Господни. Папа мой был верующий, веровали в день моего или в год моего рождения, в 1935 году. Ну, когда мне было 12 лет, мы попали из деревни в город, и ему захотелось побыть на собрании. Приходим к дому молитвы в Уфе. Меня не пускают. Говорят, с детьми туда нельзя, нам закроют дом молитвы. Он говорит, я не могу оставить мальчика на улице. Ну, ладно, завели помещение, куда-то стояла печь. Меня отправили туда, закидали одеждой. И папа на собрании. Ну, а мне мальчику интересно, что там говорят, что поют. Я хочу высунуть голову. Бабушка стоит рядом и говорит, сиди, бусурман, не выглядывай, из-за тебя нам дом молитвы закроют. Так вот было в начале. В 1955 году, когда мне исполнилось 20 лет, сидим на первой скамейке с моим братом, и он говорит, братья и сестры, вот душа хочет покаяться. Выхожу к кафедре, плачу в слезах. Та ли бабушка, или другая, не знаю, и дает мне платочек на вытри и слезы, и сопли вытри. Не знаю, кто эта бабушка была. Ну, и проходит 1955 год, в 1956 году. Брат уже говорил, группа молодежи желаю вступить в завет с Господом. Я подхожу к служителю, он говорит, нужно писать заявление. Твое заявление я должен отнести уполномоченному по религиозным культам. А он никогда не разрешит молодым принимать крещение. Вот будет тебе 30 лет, а мне было 20 лет. Будет тебе 30 лет, тогда будем говорить. Ну, мы услышали город Черняковск, теперь объединенный город с Уфой. Там была группа трудоармейцев, и, как брат рассказывал, брат, которому давали за проповедь Евангелия 25 лет, Сталин умер, его отпустили, вот мы к нему. 10 человек молодежи и 3 бабушки. Григорий Яковлевич, крести нас. Он голову опустил и говорит, ну что ж, пусть еще дают 25 лет, собирайтесь, будем крестить. И мы приняли крещение в 56-м году. Слава Богу! Эти годы, годы радости, путь повелений Господних. Хотелось еще остановиться. Мы, молодежь, еще не принявшие крещение, сидим, братья, освобождающиеся после амнистии, сталинской амнистии, приходят на собрания небритые, в телогрейках, грязных, садятся послушать Слово Божье. Служитель во всеуслышание объявляет, братья и сестры, там в конце дома молитвы сидят враги народа. К ним не подходите, с ними не разговаривайте. Это враги народа. Мы всего не понимали. Потом стали понимать, что братья, верные Господу, отбывали сроки в таком состоянии, и верующий служитель в доме молитвы называет их врагами народа. Как больно было, но у них было желание послушать Слово Божье. Ну и так шли годы. Я много рассказывать не буду о себе, но хотелось сказать, прошел три срока гонений, и, братья и сестры, сижу и думаю. Наверное, на суду, когда судили нас в Верховном суде, в районном суде, легче было говорить в защиту о себе, в защиту Слова Божья, чем вот в таком обществе проповедовать или говорить о милости Божьей. В 1971 году сделали обыск, ну и вызывают в КГБ и говорят, вот так, Михаил Артемьевич, вы живете 70 километров от Уфы, от города Уфы. Это далеко. Продавайте там дом, приезжайте в Уфу, покупайте дом, собирайтесь, воспитывайте детей в религиозном духе, но не ходите в регистрированную общину, но одно условие или два условия. Откажитесь от Совета Церквей и от Совета родственников-узников. И можете собираться жить автономно и не ходите в регистрации. Я говорю, я этого сделать не могу. Ну тогда, тогда придется идти в тюрьму. Ну придется так и в 1972 году в марте месяца осудили на два с половиной года за религиозное воспитание детей и за то, что преподавали крещение, но 16, 17, 18-летним. Я полюбил Братство Совет Церквей еще до зарождения Братства. Еще в 1955 году были вот эти группки, которые не могли идти на регистрацию и выполнять повеления безбожников. Эти группки потом объединялись, преподавали крещение. И это дорогое Братство, которое сегодня видим чудеса. Осудили, направили меня в зону ну легкого или общего режима, там, где находились аварийщики. Совершали аварию кто-то, шофера, и там не было ни вышек, ни оружия. Ни собак охраняющих. Ну и более свободная зона. Моя жена приехала, передала мне Евангелие маленькое Гедеоновских братьев. Ну и обнаружили это Евангелие из этой зоны меня и двух кузнецов, из кузницы, которые отковали, сделали себе семизарядный пистолет. И вот меня и этих двоих кузнецов отправляют из зоны в другую зону. А в другой зоне переполнен народу. Матрасов не хватает, коек не хватает. Питание очень-очень скудное, постоянный голод. Где-нибудь возьмешь телогрейку, на бетонный пол прилягешь, утром на работу. Было очень трудно. Ну и жена присылает стихотворение утешения. Там, где неверье в юге, рвутся к святыне стремительно. Церковь под ветром упругим, глазу внемли спасители. Бедная, бросаема бурей, штормы испытавшая борьбы, ты в ссылках и в суровых бурах побеждаешь силой любви. Осознав ответственность невесты, ты, дерзая, радуешь мой дух, потому я нераздельно вместе от Голгофы в путь с тобой иду. И когда судебным приговором дорогой лишающей среды, я с тобой встречаю черный ворон и колючей проволоки ряды. И хоть нет меня в тюремных списках ни теперь, ни в прошлые века, я к тебе в скорбях настолько близко, как волне прибрежной берега. Как и ты иду в каменолом мне, проникаю на лесоповал, радуюсь, что дух в скорбях не сломлен и в делах доказаны слова. Ты забыть желаешь зоны вышки, но если снова нары, строй, я уверен и тогда услышу, мой Господь, я и на смерть с тобой. Твоя верность стала всем знакома, только сердце все равно скорбит, ведь услышать именем закона и уйдешь еще не раз в Сибирь. Дорогая, потерпи немного, не предайся горестей слезам, я уже иду, я у порога, чтобы взять тебя на небеса. Получив это стихотворение, так утешился, помощь духовная, Господи, вот я, человек, лежу на этом бетонном полу, спать негде, ты 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 со мной и как хорошо было самое трудное время, но утешаться Господом, Господи, ты со мной. И за первый срок два с половиной года пришлось пересылали четыре лагеря и четыре тюрьмы. Но милость Божья, освобождаясь, замполит, говорит, вот отсидел срок и не понял, надо его оставить еще на срок. Начальник лагеря говорит, это не ваше дело, он свою вину искупил, пусть идет домой. Ну и в 81-м году был второй срок за организацию воскресной школы, за то, что дети ходили на собрания, обращались к Господу, нам дали с братом по два года. Верховный суд судил. В это время умирает мой папа. Вечером из Уфы приезжают за 150 километров чекисты и говорят, мы приехали пособолезновать вам. В 96 лет умер ваш папа, персональный пенсионер, участник гражданской войны, и мы приехали, можем, имеем право доставить вас на похороны отца. Я говорю, знаете, с вами, с КГБ я знаю тринье. Не бойся, не верь, не проси. Я сейчас попрошу, вы можете это сделать, но я буду чем-то обязан, поэтому просить я не могу и не буду. Если у вас действительно такое желание, вы это можете сделать, но я просить не буду. Ладно, иди, мы посоветуемся. и до сих пор советуются. Итак, через год девять месяцев было опять суд, уже районный суд. Наговорили на нас очень много, но осудили опять на два года. А это был уже 87-й год, 85-87-й год. Хотелось рассказать коротко два случая. Со мной сидел православный священник из Уфы Борис Развеев. Ему причинение ущерба гражданам на пошве религии. Продавали наркотики и этих наркоманов осудили, но этому священнику дали четыре года. Вот его чекисты обработали, и он подходит ко мне и говорит, Миша, ну что мы здесь сидим? Нас никто не слушает. Я согласился написать помиловку, соглашайся, пойдем в церковь, бабушки нас будут слушать. Я говорю, я этого сделать не могу. Ну, его отпустили на четыре месяца, а раньше до срока. И интересное было, когда ему дали свиданку, он приходит, я спрашиваю, в какую комнату был, он говорит, в третьей. Ну, и меня, нам с женой дают свиданку в третьей комнате. А я знаю, это третья комната, наверху стоит аппаратура, и все то, что говоришь в комнате, все записывается. Я жене говорю, знаешь, о церкви здесь говорить не будем. нас прослушивают. Через 15 минут прибегает прапорщик и говорит, вас срочно в штаб. Я говорю, со свиданки не должны брать. Нет приказа, срочно в штаб. Прихожу в штаб, сидит чекист КГБ и мне заключенному докладывает. «Знаете, вы сейчас на свиданке, я еду, меня направили в командировку на трое суток в город Уфу, будьте свободны, разговаривайте, не беспокойтесь, вас слушать никто не будет». Я прихожу и говорю, удивительно, Рита, мы дожили до того, чекист докладывает осужденному, что он едет в командировку. Потом, когда выходили, Рита, я описал его в какой одежде, как, он говорит, я выходила и он выходил. Все прослушивались. Ну, вот последний срок, уже 87-й год, здесь пошло послабление, братьев начали отпускать, отрядный вызывает, начальник отряда и говорит, слушай, напиши помиловку и в течение месяца ты пойдешь домой. Мне 6 месяцев оставалось до конца срока, и ты пойдешь домой. Я говорю, я виновности себя не признал ни на суде, и я свободной совестью закончу срок. Ну, ладно, на следующей неделе вызывает оперчасть и говорит, пиши осознание, что ты нуждаешься в помиловке, в течение недели пойдешь домой. Я говорю, этого я писать не буду. Приезжают из Уфы зампрокурора и вызывают меня и говорят, ну, скажи, что я осознаю свою вину, сажаем тебя в машину и везем домой. Я говорю, я этого делать не буду. Ну, тогда будешь до конца срока. Ну, и 6 месяцев оставалась милость Божья, как хорошо быть с Господом. Ну, и хотелось, братья и сестры, теперь по старости я такой счастливый, столько благословений Бог дает. Бог дал нам 10 детей. Сейчас у меня 133 внука, внучки, 87 правнуков, половина внуков уже члены церкви. Как я радуюсь милости Божией, имея право служить Господу. И вот это апостол Павел филиппийцам пишет такой стих. Апостол Павел говорит, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Братья и сестры, едем в машине, стремлюсь к цели, стремлюсь к цели, помолился, лег отдыхать на ночь, разговаривая с Господом. Господи, вот в моей жизни где были какие-то ошибки, ты говори мне, скажи. И Дух Божий начинает говорить, а помнишь, вот тогда-то ты поступил вот так, неправильно. Господи, сознаю, прости, стремлюсь к цели. Вот эти общения с Господом, такие близкие, такие радостные, такие наполняющие сердце, я говорю, я сам счастливый человек на земле. Время уже, мои братья, с которыми проводили очищение и по Уральскому объединению, и Николай Абрамович, и Николай Иванович Чухонцев, Дмитрий Дмитриевич Ремпель, и я, сколько проехали городов, неся служение по очищению. И какие радостно смотреть на молодежь. И еще хотелось не так давно, две недели тому назад, пригласил в гости из регистрированной общины. Дьякона с женой и еще одного брата просто посидеть, побеседовать за чашкой чая. Я говорю, вот, когда после, на второй съезд, когда регистрированным во всех бы давали второй съезд, братство сказало, на съезд не ходить, не едьте. половина церкви в Дабликаново, служители сказали, мы поедем, там будем обличать братьев всех Б прямо в лоб бить, как они говорили. Ну, съездили, приехали, о, братство, совет, церквей неправильно делает, неправильно поступают, нам государство дало автобусы, нам государство дало гостиницы бесплатно, нас кормили там, и полная свобода в братстве. Приехали, и церковь разделилась пополам. 72 человека было, 36 человек ушло в регистрацию, 36 осталось. И спрашиваю этих братьев, дьякона спрашиваю, из тех, которые ушли вот к вам в регистрацию раньше, это было, ну, где-то, наверное, в 66 году, ушли в регистрацию, их дети, кто-то есть в церкви? Ни одного, никого из их детей, все они вымерли, и никого из детей верующих нет. Думаю, Господи, как хорошо, что ты повел нас этим путем, даю разуметь путь повелений, буду размышлять о чудесах. Сегодня, смотря на дорогое общение, это чудеса Божьи, это милость нашего Господа. И если бы согласились когда-то на отступление или ушли бы в регистрацию, постигло бы то же самое. Ни детей, ни внуков, ни правнуков спасенных не было. Какова милость нашего Господа. Стремлюсь к цели, и скоро, братья и сестры, эта цель будет достигнута. Быть с Господом, где ждут меня мои братья и родные. Слава Господу за все. Аминь. Аминь. Аминь.